Всем здравствуйте! Я хочу снять видео-продолжение на данный момент истории расследования по поводу девочки Нарин, что произошло. Почему я это сейчас снимаю? Мне лично кажется, что это еще рано, следствие только набирает обороты, но эта история уже неделю вообще не сходит с повестки. Это главная информационная повестка в турецких СМИ абсолютно всех. Некоторые каналы, в частности Habertürk, они вообще перешли в реальность в своем эфире, как будто бы это социальный освет. Они просто твиттер выпускают по новостям. Сказал то, сделал это, забрали это каждую, фактически 10-15 минут, час, какая-то новость, помимо всех новостей в мире и в стране, по поводу этого дела. Оно стало максимально публичным. Сплетни, пересуды у всех идут. И нет вообще, мне сейчас кажется, в стране ни одного человека, который бы хоть краем уха не слышал об этой истории, не осталось никого, кто бы не имел никакого отношения или был не заинтересован в этом деле. Об этом знает каждый. То есть максимально это расфорсилось и обсуждается среди людей. Это тема до сих пор номер один. Давно, я скажу, такого не было. Вот так обсуждалось, именно такой бум был. Трагедия землетрясения полтора года назад. Ну, прости, там катастрофа была. Ну и здесь тоже своего образа. В обществе социальная катастрофа произошла. Итак, почему я снимаю это видео? Потому что очень активное развитие событий. Я вас введу, что сейчас происходит. Сразу скажу, что окончание этой истории, оно еще не скоро. Это только набирает в публичной сфере обороты. И они забудут не скоро об этой ситуации. Главный вопрос, то, что писали в комментариях под предыдущим видео. Вот мне хочется все это как бы скомпоновать и собрать. В принципе, версия, да, за что вообще, по какому поводу, за что причина гибели этой девочки. Я буду сразу скажу, из-за цензуры YouTube некоторые слова называть по-другому, не в прямую. Потому что YouTube его проверка, если я буду говорить некие слова, то они заблокируют мое видео, просто удаляют. Итак, одна из главных версий. Сейчас в обществе здесь следили о том, что девочка что-то увидела лишнее. За это ее лишили жизни. Но при этом все родственники, вот на данный момент, который арестован, они все молчат, до сих пор не колятся. До сих пор никто не признал вину, не дал каких-то существенных показаний, я имею в виду, из членов семьи, из родных. И очень много версий о том, что якобы девочка застала маму и ее дядюк, самого первого подозреваемого, которого арестовали. И это и стало причиной ухода этой девочки. Последний раз девочку видели примерно в 15.00. Она попала на школьные камеры, когда шла домой, как она выходила. В 15.15 мама девочки три раза уже звонила дяде, это брат отца девочки, которого и арестовали. И на допросе она заявляла маму ее, что первый раз она случайно позвонила, а остальные разы она вообще не помнит, этого не было. Все, память ее стерла. Также в показаниях отмечается, что женщина себя ведет очень хладнокровно. На многие вопросы она просто отвечает, что не знаю, не помню, такого не было, не припомню, типа с меня взятки гладкие. И она отвергает любые вообще какие-то отношения с Алимом, с братом ее супруга. То есть вообще в принципе очень обсуждается о том, что мама очень хладнокровная, что папа, папа там сейчас расскажу, вышел на связь, он давал интервью в трагедии, в слезах и всем прочем. А мама ведет себя довольно-таки хладнокровно. Касательно вообще того дня, какие были свидетельства от остальных членов семьи и родственников. Также кто-то из родственников говорил о том, что на самом деле в 17.45 и в 19.15 они видели девочку возле дома. Но потом они признались, что это неправда, это были лжесвидетельства. Но кто их заставил так сказать, молчат. То есть по факту в 15.15, скорее всего, это были те вот полчаса, когда произошло это убийство. Потому что достоверных видео и каких-то документаций на тему нахождения девочки больше нет. Единственный человек, который открыл рот, начал давать показания после своего ареста, его зовут Невзад Бахтияр. Это житель деревни, он делал ремонт домов, то есть это рабочий. Но кровным родственником этой семьи не является. Почему я на этом заостряю внимание? В том, что эта деревня в основном все друг другу родственники. Поэтому они все друг друга покрывают, но, скорее всего, очень большое количество людей знает, что на самом деле произошло. И дядя арестованный, Селим, он мухтар этой деревни. Мухтар это руководитель, если с турецкого на прямой язык переводить, директор, начальник, короче говоря. Самый главный там. При, назовем, власти, политик этой деревни. И этот мужчина, Невзад Бахтияр, дал показания, но не сразу, кстати, после ареста. Он сначала молчал первые дни после ареста, как он потом признался. Он думал о том, что вот этому дяде Селиму все сойдет с рук, он везде договорится, у него все схвачено, заплачено. Надо отмолчаться, не сдавать его. И тогда они просто выйдут, и его он тоже за собой вытянет. То есть у него было вот это ощущение власти этого дяди, протекции от него, защиты. Поэтому он молчал. Но когда дядю 31 августа задержали, он понял, этот мужчина в тот момент уже время шло. И когда нашли тело девочки, его тоже арестовали, этого рабочего. Он понял, что этому дяде за этот срок не удалось договориться. И он понял, что это набирает масштабы. И вот как раз 8 сентября, когда было обнаружено все, ну я имею в виду тела, и вообще это был взрыв социальный, он тогда понял, когда его арестовали, что он оттуда без показаний всего прошлого не выйдет. Что это набрало такой резонанс в стране, что этот дядя порешать на мелком уровне просто не сможет. И после только этого этот мужчина-работник начал давать показания. Он давал 3 раза показания, они 3 раза были где-то разные, они разнились, короче говоря. Каждый раз что-то новое, что-то другое, и оно друг с дружком не билось и не сопоставлялось. По факту, что он сказал? О том, что вот этот дядя, скажем так, передал ему некий пакет черный, где было тело девочки, за вознаграждение в 200 тысяч турецких лир он попросил это ликвидировать, убрать, спрятать и отвести, короче, наручить, ну короче, совершить то, что этот мужчина по сути и сделал, что он следовал. Попросили спрятать тело, он сделал это в реке. Но следствие верит в то, что, скорее всего, он был не один, у него была какая-то помощь. И были от него, опять же, показания, если досконально переводить стресс, кто здесь в курсе истории, можете меня поправить, я могу быть не до конца точна в чем-то, да, что в его показаниях он также сказал, что это не первый раз, что до этого было убийство еще дочки Арифа, своего брата, что он тоже занимался вот этим покрыванием еще какого-то ребенка ранее, до этой вообще ситуации скрылось еще какое-то дело. Были найдены и, скажем так, вскрыты удаленные телефонные звонки, сообщения, голосовые записи в WhatsApp вот этого заключенного дяди Нарин Салима Гюрана. Когда начали смотреть вот это подозрение про связь какую-то, свидетелем чего девочка могла быть за информацию какую-то, нашли что? Что в WhatsApp все чисто у всех вычищено между мамой, между дядем, ни сообщений, ни звонков, ничего нет. То есть вообще не все чистота, звонки какие-то там были, по биллингу посмотрели от сотового оператора, что звонки были, а в телефонах ничего типа нет, все чистенько. И тогда уже полицейские подключились, программка, они восстанавливали в их телефоне удаленную переписки в WhatsApp. И их удалось вскрыть, и они сейчас под изучением находятся, вся вот эта информация. Также сказано о том, что примерно вот в это время, после 15.00, считается у людей оценка, этот дядя выехал в поле, оттуда звонил своему брату в Анталию, спрашивал там про какой-то посев, короче, типа про работу, про, ну не прям посев, а про, типа как, жуков там условно травить, ну, короче, что-то вот такое про свою работу, сельхоз, короче говоря, да, про посевы, все такое, про урожай. Звонил он ему уж несколько раз настойчиво, брат ничего не заподозрил, и, по сути, он, говорит, звонил несколько раз, показания какие брат давал, спрашивал одно и то же. Короче, на самом деле, скорее всего, он создавал свою занятость, готовил себе алиби, что он был на поле, вот он брату звонил, чтобы вот эти биллинги телефонных звонков брату легли ему, условно, вот в это дело тоже, да, пытался уже себя прикрыть. И каналу Хабертург буквально один день назад папа девочке Нарин дал интервью, он вышел на связь. Ну, стоит ли говорить, что его освободили, под стражей остается мама, дядя и еще там несколько братьев, в общей сложности около восьми человек сейчас, поэтому дело остается под стражей. Папа и другие из 20 человек, кто был арестованных, отпустили под следственный надзор. Ну, то есть, условно, без права, там, выезда, передвижения, отчет полицейским, где ты находишься и так далее. То есть, они на свободе, но под максимальным надзором полиции. Что в этом интервью? Ну, видно, да, папа убит горем, трудно ему говорить в этой ситуации вообще, что в чем происходит, но самое такое общее, обтекаемое, то есть, он супер-мега информации никакой не дал. Одно из таких важных, один такой из важных моментов, он попросил не домыслы не делать, сплетни не создавать, не порочить его семью. Ну, вы понимаете, да, в какой позиции находится ребенка, нет, ситуация вся эта вскрылась, и там, скорее всего, связь его супруги с его братом родным, вот это вот все. Попросил, короче говоря, не додумываться, ждать следствия, полиция, короче, скажет, установит все, и все в таком роде. Как бы примять, сгладить всю эту ситуацию. Один из политиков-министров турецких официально делал заявление, ну, еще неделю назад, когда вот я первое видео выпускала, попросили не акцентировать вниманием, не заострять на личной жизни этой семьи, публично СМИ типа не обсуждать. Это наезд впрямую был на Хабертург, которые вот так массивно этим занялись, вообще не упускают ни одной детали. Ну, о чем говорить, если ведущая Хабертург, когда были похороны девочки, она рыдала в прямом эфире, комментирует, она не могла сдержаться. Понимаете, какой накал вообще, да? Человека, который должен сдерживаться на работе и личных эмоций не проявлять. Очень много было споров, обсуждений. То есть, условно, министр сказал о том, что не трясите грязное белье семьи, полиция. Короче говоря, пытались все это смять, не публичить всю эту грязную информацию, потому что в этой грязи и в подноготности проблема вот этого конфликта и ситуации гибели девочки и скрывается на самом деле взаимоотношения в этой семье, что себе позволяют. И, конечно же, должность Мухтара, директор, назовем так, деревни этого дядя, о многом говорит, это власть в деревне, понимаете? Это падает тень на все властные структуры вокруг. Дядю сняли с должности, естественно, за эти дни, тут вообще без вариантов. Сейчас мужчины-таксисты, родители, у которых тоже есть дочери, девочки, они заказали локму, раздавали. Это, назовем в нашем понимании, поминки. Так принято, когда умирают член семьи, если вы хотите, чтобы другие люди помянули о нем, ставится, заказывается такой лоток производства локмы, сладости турецкие. И любые прохожие, абсолютно все люди могут подойти, оставить очередь, взять, угоститься, помянуть этого ушедшего человека. И вот они заказывали эту поминальную локму для нарин, отцы и просто девочек, таксисты. Из провинции Дюджи они это сделали. Очень много было пересудов в обществе. И актриса одноделала заявление во время похорон, что на гроб девочки надели фату, свадебное платье и так далее. Здесь вопрос светский, естественно, что девочке 8 лет, там должно быть школьный ранец, учебники, а не фата для свадьбы. Не будем в это копать. Кто здесь в теме, тот понимает, о чем разговор. Я об этом тоже говорить открыто так не могу. Вот здесь вопрос вот этих традиционного общества, закрытого клановости, миссии ребенка, как ее общество, это маленькое закрытое, рассматривает в виде там невесты и так далее, что ребенку должно быть вообще-то детство. То есть это опять же столкновение светского общества, турецкого интеллигенции и закрытого кланового общества. Вот в чем здесь сама суть сейчас в обществе, да, что происходит, какой затык и критика насчет чего происходит. И я тоже видела новость, видела, что какой-то мужчина спустя несколько дней, 4 или 5 дней после похорон, на могилу ее приезжали и политики, какие-то оппозиционные партии, просто люди, журналисты. Там постоянно какой-то движ происходит. Родители тоже просили члены деревни, семьи, не вообще типа СМИ всех удалиться, отстаньте, мы типа горе переживаем, не привлекайте к этому внимания. То есть они до сих пор продолжают все это, стараются заминать максимально, со всех сторон пытаются все это сохранить, эту историю закрытой, закрыть ее. И вот один мужчина, он, скажем так, не выдержал, и он с вот этого места захоронения девочки снял это платье, ну это фата была, короче говоря, условно тюль такая белая, и положил туда на могилу ранец, учебники, что девочка вообще-то второй класс должна была пойти, что ребенок должен учиться в школе. Ну вы понимаете, да, базово, что не такая эксплуатация в семье ребенка должна быть, у него должно быть детство, будущее, обучение, образование, которого не всегда, которое есть в закрытом обществе, в клановом у детей, возможность учиться и так далее. Все это история продолжается, не утихает, активно это все мусолится, обсуждается, что и говорить, если в Хабер Турке просто сводка каждый час. Даже ТРТ Хабер и Ахабер, провластные Анадулу канал и прочие, провластные уже политические каналы, они все равно не обходят даже эту сторону, они какие-то новости дают по судам, по задержанию, по показаниям, даже там есть эта информация. Все просто поняли, что игнорировать дальше это невозможно. Было выступление про предложение смертной казни, восстановления в стране. Здравоумыслящие люди, конечно же, против смертной казни, потому что у нас очень высокие репрессии в обществе, политические репрессии. Под этот закон о смертной казни можно и политических, конечно же, потом приравнивать и давать им смертную казнь. Поэтому менять конституцию никто не хочет, но запрос такой кинули в общество, прозондировали почву, не очень к этому отнеслись. Но очень многие про пожизненное заключение, про пожизненное заключение вот этой мамы, дяди, всех, кого выявят виновных и так далее. Вот за пожизненное смертную казнь нет, общество против, а вот за пожизненное ужесточить сроки, говорится в обществе о том, что если бы они знали, что за это преступление 30, 40, 50 лет будет наказание, скорее всего этого не было. И опять же скажу, меня очень много в комментариях поправляли о том, что у девочки не брат была, а сестра. Вы совершенно правы, я это тоже знаю, но когда я снимала видео, это была первая информация, первые журналистские показания. Я по ним снимала видео и о том, что это там сестра и все прочее, это выяснилось гораздо позже, когда видео уже было отснято. Смерть вот этой девочки, еще одного инвалида в семье непонятная, да. Про эксгумацию, когда говорили на данный момент заявление об этом, эта тема подутихла, то есть не факт, что это будут проводить, скорее всего, может и не будет. В общем, поднимается вся подноготная этой семьи, их двоюродных еще братьев и сестер, что там у них вообще с детьми и так далее. В общем, на данный момент вот такие новости на эту тему. Я думаю, что будет, скорее всего, третье видео, я думаю, надеюсь, уже более по результатам этого судебного процесса. И что-то мне подсказывает, что судебный процесс будет быстрым. Эту историю не будут сильно растягивать, она набрала большие масштабы, постоянно поддерживать к ней интерес тоже трудно. И все стороны заинтересованы и в наказании, и общество требует этой справедливости. В общем, это очень горячая тема. Я думаю, этот процесс пойдет быстро. Но, видите, до сих пор подозреваемые сопротивляются. Показания, опять скажу, не кровный родственник их дал, а работник, исполнитель последствий, которые произошли. А сами, назовем только убийцы и участники, кто это знал, молчат, не колятся. Ничего не трогнуло. Вот так вот. В общем, окей, я не буду ничего дополнять. Тема острая, очень болезненная к этому с личным отношением, как и многие в Турции, у меня есть ребенок. Это просто страшно. Я знаю, что это происходит везде в мире абсолютно. И это ужасно. Есть практически во многих обществах, я так скажу. Жестокость, все прочее. Но есть определенные социальные факторы и культурные, которые способствуют подобным инцидентам и преступлениям. Это ужасно. Это надо менять, конечно. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующем видео. Всем пока.